Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Есть человек, который должен мне деньги, но он до сих пор их мне не вернул. Это карточный долг. Амин хотел, чтобы я пошел к должнику и выбил долг. Он хотел, чтобы я избил того человека. Но я отклонил его предложение, сказав, что лучше мне не делать этого, потому что я никому не хочу навредить. Я был обручен со швейцарской девушкой по имени Ая. Она была удивительная, хотя и слепая. У нее был очень хороший, открытый характер. Мы были влюблены друг в друга и хотели пожениться. Но когда я находился в Италии, Ая ехала с друзьями в машине, попала в автокатастрофу и погибла. Я стал злобным и жестоким, и начал срывать свое зло на других. Именно в этот период Амин снова спросил, смогу ли я выбивать для него деньги у должников. Тогда я подумал, а почему бы и нет? И начал посещать дома и офисы этих людей. Так я стал сборщиком долгов. И именно в это время отец попросил у меня помощи. Ему нужны были деньги на операцию, 30-40 тысяч. Я получал много денег, работая телохранителем и сборщиком долгов. Но лихо тратил эти деньги, так как вел беспорядочный образ жизни. Тогда я подумал, что смогу достать необходимую сумму, если заберу долг у одного человека, живущего в пятизвездочном отеле. Это был настоящий дворец. Ворвавшись в отель, я заставил этого должника отдать мне деньги, но взял больше, чем нужно. Но забранных денег не хватало. Я избил людей и собирался покинуть гостиницу. Но вдруг подумал, что в ней живут такие же богатые люди, как и тот должник. И начал врываться в другие комнаты на этом этаже. Начался настоящий грабеж. Я нахожусь в полицейском участке. И очень нервничаю. У меня бьется сердце. Я был арестован и приведен в этот полицейский участок после того, как совершил преступление. Здесь, в камере предварительного заключения, я провел около месяца, и дела обстояли не очень хорошо. Я не хотел разговаривать с полицейскими. Был очень упрямым. И они били меня, чтобы заставить говорить. Они играли со мной в хорошего и плохого полицейского, делали все, чтобы я заговорил. Как я сказал, я провел почти месяц в этой камере, условия содержания в которой были очень плохими. Вскоре после этого, меня отправили в центральную тюрьму Некосии. Это место поразило меня и привело в ужас. 15 лет назад оно выглядело точно так же, как и сегодня. Каждый день, проведенный там, был борьбой за выживание, потому что в тюрьме находились самые разные люди. С самого первого дня я вел себя очень разнузданно. Если ты не в состоянии себя защитить, то кто-то из этих людей попытается взять над тобой верх, может заставить вступить в сексуальную связь и сделать тебя рабом. И некому было пожаловаться. Много слез и крови было пролито в этом месте. Все заключенные находились в одной тюрьме. Террористы, убийцы, торговцы наркотиками, насильники и воры. Это было место, где у меня складывались не всегда хорошие отношения с различного рода людьми. Но лучшим моим другом в этом месте стал Иисус Христос. Потому что даже в такой тюрьме, как эта, я мог говорить с Иисусом, который изменил мою жизнь. Именно в этом самом месте. Иисус Христос